Здравствуйте, все, кто смотрит это видео! Огромный привет моим новым подписчикам! Меня зовут Алиса. И сегодня я выполняю запрос Ольги, которая прислала мне письмо в личную почту на фрагрантику и попросила рассказать о новом аромате от Эйрен Лодер Айбиск Эспалм, ветвь гибискуса. Если вам интересны новинки от Эйрен, пожалуйста, смотрите дальше, и мы начинаем. Эйрен Лодер опять меня порадовала новым ароматом. На этот раз из своей основной линейки, которые ароматы цветочные, отличающиеся цветом крышки. У нового аромата Айбиск Эспалм крышка кораллово-красного цвета. И сам аромат как будто бы специально для меня создали. Они как будто бы знали, что я скоро уезжаю в отпуск на море. Это был сувенир, точнее сюрприз. И был подарок для меня большой, потому что, во-первых, я уже говорила об этом, тепло отношусь к Эйрен, к ее концепту, к ее дизайну. Вот эти вот все красивые принты и растительные. Все время они разные, все время они интересные. И каждую ее новинку я вот именно цветочную. Я жду с большим нетерпением. Я очень радовалась, когда вышли ее три одеколона розовых, обзор на которых я делала давно еще, до Нового года. И вот буквально-буквально я не успела нарадоваться тем трем ароматам, как она выпустила новый ветвь гибискуса. Ну, давайте я вам покажу сперва флакончик. Вот такой вот он. Лимитированный издание. Они говорят, только будет он продаваться ограниченное время. Здесь, смотрите, принт на пузырьке повторяет рисунок на упаковке. И вот это, это не напыление, это пленка прозрачная просто. Окрашенный вот здесь листья, там монстеры я вижу, гибискусы, оранжевые, красные. Очень милая штучка. Видите, она ограненная, не круглая, как обычно. Но вот не нравится мне, что роллер. Я больше люблю спреи. Так, ну что у нас с ароматом-то? Аромат, я уже сказала, специально как будто бы создан для отпуска на море. Это аромат тропических цветов. Классика. Кокос, ваниль и тропические цветы. Но, как обычно у Эрин, он не прост. Он не простой. Ох. В пирамидке заявлены ноты гибискуса. Я не знаю, что они хотели этим сказать. Сам цветок гибискуса, того привычного, тот, который нарисован, китайская роза его еще называют, он не пахнет. Практически я не встречала ни одного сорта гибискуса, который бы пах. Один-единственный раз. Гибискус вообще, он, его многие выращивают даже на подоконнике. Я когда жила в Питере, у меня был такой обычный красный, не махровый, с пятью большими лепестками гибискус, который очень хорошо цвел даже на северном окне. А когда мы путешествовали, вот я не помню, какой ботанический сад мы посетили, то ли в Майами, то ли в Кито. Все, старость. Неважно. В общем, в каком-то из этих ботанических садов была большая коллекция гибискусов. Я ходила как оглашенная, то есть все эти цветки к себе там пригибала или сама к ним нагибалась и нюхала их, чтобы понять вообще, чем пахнет гибискус. Так вот, один единственный цветок, сорт, гибрид такого, знаете, лососевого цвета, махровый, он пах чем-то отдаленно напоминающим розу. Розу садовую, такую чуть горьковато, кисловато, сладковатый запах. Ну, как объяснить запах розы? Все розы пахнут по-разному. Ну, в общем, запах был настолько тонкий, можно сказать, его почти не было. А так обычно гибискус не пахнет. Я думаю, что они просто пахнут семенная коробочка. Семенная коробочка пахнет не знаю чем. Не помню. Я помню, что она пахла, но вот не помню чем. Вот убейте меня. Ну, ладно, не буду я углубляться в эту ботанику. Я думаю, что в этом аромате гибискус заявлен скорее для бижутерии, как говорит один мой знакомый. Для вот этого принято яркого, тропического. Для красоты. Чтобы обозначить общее направление, общий характер аромата. Подчеркивать его яркость, его праздничность, его отпускной вот этот характер. Когда набрызгался, благоухаешь цветами, кокосом и ванилью и побежал. Но это не просто стандартный аромат антизагарного спрея. Это не только кокос и ваниль. И франжипаний. Здесь есть в начальных нотах некая свежинка. Свежинка водяных цветов. Что-то типа кувшинки. Но то, что обычно встречается в водных ароматах. Да? В водно-цветочных. У Джо Малон был похожий аромат. Вот именно с запахом водных цветов. Лотос и водяная лилия, по-моему. Ну, что еще мне сейчас придет? Пока ничего не приходит. Ладно, вот эта вот свежинка лотосовая, как вот, знаете, может быть в умни-кристаллин. Она присутствует в начальных нотах. Плюс здесь есть нечто, что кому-то, может быть, напомнит огуречный рассол. Это имбирь. Почему я сказала об огуречном рассоле? Потому что я сама прошла довольно тернистый путь распознавание имбиря не как рассольного какого-то компонента, а как вот именно пряного, свежего, землистого ингредиента, очень приятного, помог мне совершить эту трансформацию в мозгу. Один аромат, которому я благодарна. Я сейчас не буду о нем говорить, чтобы не забивать информации видео. Но, кстати, а что, если мне снять такое видео о том, как перестать чувствовать рассол в имбирных ароматах, а научиться наслаждаться этим? Вам было бы интересно такое видео? У меня есть несколько ароматов именно с имбирем. Я их люблю с некоторых пор. Ладно, напишите мне, пожалуйста, было бы вам интересно такое видео об имбирных ароматах. Так вот, в этом аромате также чувствуется нотка имбиря. Немного животная, землистая. Такая, ну, это свежесть такая вот. Она очень пряная, интересная, необычная. И любой сладкий приторный аромат нота имбиря облагораживает, мне так кажется. Но здесь, собственно, особо-то и нечего облагораживать, потому что аромат не приторный. Что касается цветочной его составляющей, здесь заявлены франжипани, некие белые цветы и не помню, что еще. Что касается неких белых цветов, 100% здесь есть гордыни, жасмины, туберозы. Туберозы есть точно, потому что я туберозу не чувствую только там, где ее нет. Очень умная, глубокая мысль, не правда ли? В общем, здесь есть гордыни, некая сливочность такая в этом аромате. Ну, или тиаре. Тиаре – это та же самая гордыни, только таитянская. Вот это вот франжипани, она же плюмерия, и тубероза. Очень яркие цветочные составляющие, медовые такие, вот тропические цветы. Прекрасная ваниль и очень уместный кокос в базе. То есть аромат – это тропический коктейль со свежинкой и некой земляной имбирной ноткой. Интересный аромат. Мне он очень понравился. На что он похож? Писали, что он похож на Том Форд Оркицолей. Не похож он на Оркицолей. Оркицолей – это тубероза совсем другая. И это аромат немного гурманский. Во всяком случае, когда я им пользовалась, у меня было несколько пробников, два, два точно. А муж мне говорил, ты чего это, пекла что ли? От тебя, говорит, маффинами пахнет. Вот так. То есть там и тубероза, там такая интересная, провокационная, на грани с индолом. Но нет, нет, не переступает. Вообще аромат вот этот Оркицолей, отвлекаясь, я могу его назвать одним из немногих ароматов Тома Форда, который мне понравился искренне. Я не великий поклонник парфюмов этой марки. Но, что хочу сказать, если на Оркицолей аромат Альбискос Палм не похож, он довольно сильно напоминает тот же самый аромат от Тома Форда Солей Блан. Вот это да! Ваниль, кокос и френджипани. Тубероза, белые цветы. Звучание похоже. И, соответственно, такой же практически аромат это Бронз Годес от Эстей Лодер. Ничего удивительного нет. Все три бренда живут прекрасно под одной крышей. И Эрин, и сам бренд Эстей Лодер, и Том Форд. Все под крылышком у Эстей Лодер. Поэтому ничего особенного в том, что ароматы похожи, я не вижу. Ну, просто каждый клиент, так сказать, выбирает, поклонник парфюмерии выбирает для себя бренд, который ему ближе. Ну, мне, например, вот Том Форд не нравится, я не куплю, да? Ну, вот не нравится мне. А вот Эрин я люблю, и я куплю. Хоть такую вот козявку я куплю. А Бронз Годес, она мне просто не нужна в таком большом флаконе. А в маленьких они не продают. Так что это вот по направлению туда, в ту сторону. В сторону Солейблан и в сторону Бронз Годес. Вот. Что касается стойкости. Стойкость замечательная. Для цветочного, вообще для Эрин стойкость вот конкретно этого аромата гораздо выше, чем других ароматов из ее стандартной линейки. Вот там Ирис, там что у нее, там еще есть Роза, Ивнин Роуз. Ну, там уже у нее полно жимолость. Они, как... Я слышала часто отзывы западных блогеров, англоязычных, что они разочарованы стойкостью. Я не могу сказать, что у тех ароматов из остальных стойкость какая-то прямо нулевая. Нет, они пахнут, но этот пахнет гораздо ярче. И гораздо дольше он держится на коже. Где-то, ну, не знаю, часов шесть он точно держится. Ну, слишком яркая вот эта здесь цветочная, тропическая составляющая. Вот этот коктейль. Ну, аромат для отпуска. Этим все сказано. Я, в принципе, не вижу его применения в обычной жизни. Вот так вот на каждый день. Это что-то вот летним вечером, уже когда после душа, уже сидишь там с коктейлем в развивающихся одеждах. Ну, что-то такое. Такой романтический образ. Так что этот аромат я беру с собой в Мексику. И, надеюсь, меня он там не подведет. Он там раскроется во всей своей красоте, на жаре, на морском воздухе. Кстати, я беру уже с собой еще один аромат. Это просто так я скажу. Вот эта новинка от Juliette Hazegan Sunny Side Up. О которой я уже рассказывала в видео о покупках. Вот он мне пригодится тоже. Я беру эти оба аромата. Айбиск и спалм я беру на вечер. А на день Juliette Hazegan Sunny Side Up. Этот прекрасный сандал ванильно-пудровый. Для того удачное сочетание. С молочными нотами. И здесь нет все-таки кокоса. Там заявлено в пирамидке кокосовое молоко. Но здесь молоко есть. Но оно не кокосовое. Это обычные молочные ноты, которые часто сопровождают аромат с ярко выраженными нотами сандала. То есть немного молока, немного соли. Я думаю, что вот днем, да, на пляже вместе с морской водой он будет сочетаться прекрасно. с этой морской водой. Да, я душусь на пляж. Да, душусь. Я знаю, что вода все смоет и солнце все выжжет. Но я не могу. Ну, я такой человек. Зато я не крашусь на пляж. И брови не рисую. И ресницы не крашу. Вот. Что касается вот этого аромата, я бы его не стала смешивать с водой, потому что здесь все-таки много мускуса в базе. А, забыла сказать, да, про мускус. Из-за шлейфа-то, за счет чего. Вот эти мускусы, когда вода попадает на кожу, может, он его и не смоет до конца. И он не испортит формулу. То есть будет некрасиво звучать. Поэтому на пляж я его не буду носить. Я говорю, я буду носить его вечером. А на пляж я буду носить Джульет Хозеган с Анисайдап. Вот так. Вот эти два аромата я беру с собой. Думаю, на 10 дней мне хватит. Вполне. Все. Надеюсь, Ольга, я удовлетворила ваше любопытство. И вообще большое спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Пожалуйста, ставьте пальцы так, если вам понравилось. Ставьте пальцы так, если не понравилось. Напишите мне, пожалуйста, если вы уже пробовали этот аромат Айбискас Палм от Эйрин Лодер. Понравился он вам, не понравился. Похож ли он вам на те два аромата, о которых я говорила. Ну, просто мне интересно, как люди воспринимают. Это все-таки новинка. А я не знаю, в России-то он есть. Не знаю. Ну, в общем, жду ваших комментариев. Большое спасибо. Пока. До следующего видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова